Камень 420 на 298 на 145 В 1854 году за скульптуру Гектор веряет своего сына покровительства отца богов. Ему была присуждена одна из самых почетных наград Римской премии, а вместе с ней и государственная стипендия. Это позволило Карпоу не только совершить путешествие по Италии, но и прожить некоторое время в ее столице. По возвращении в Париж он стал придворным скульптором дома Бонапартов и создал немало портретов членов императорской семьи и их приближенных. На протяжении нескольких лет мастер работал на создание скульптурной композиции для здания Парижской оперы, выполненной по проекту Шарля Гарнье. В ее основе хоровод юных девушек, которые кружатся в танце. С поразительной легкостью развиваются волосы и цветочные гирлянды так подчеркивают веселье. В самом центре скульптурной группы возвышаются крылатые гения, которые не только дирижируют танцы, но и будто призывают зрителя присоединиться к царящей радости. Многие современники, сторонники строгого академического стиля, не одобряли эту работу с простыми, далеко от классической красоты лицами девушек и чересчур реалистичными обнаженными телами. Кто-то даже запустил в нее чернильницы. Тем не менее, скульптура была отмыта и помещена на прежнее место, на фасад Парижской оперы, где она, как нельзя лучше, дополняла ансамбль необвороченной архитектуры в Гарнье. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Сегодня мы рассматриваем работу Жана Карпо «Танец», данные по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.